Ну, всё, можно запись выбрать. Так, отлично. Так, посмотрим, что там у соперника. У соперника Агила. И всё. У меня 180 тысяч. Мы можем взять Вильгельма, мать его, чейня. Но он стоит 240, это дорого. Дорого. Притом, что я не хочу тратить свои деньги. No. Yes. Конечно, впритыкон. Впритыкон. Но жить можно. 10 тысяч из кармана потратить. Ладно. Я могу себе позволить. 2 запасных. Зная то, как работают вампиры, мне нужно 20 запасных. Но как бы окей. Ну, я в принципе... Я понимаю, что я первую игру солью. И вторую игру солью. И третью. Ладно. Я взял 1 очко. В этом сезоне. Unknown Cup. Я уже доволен. Я уже могу сказать, что... Как бы... Жизнь... Жизнь не зря пройдена. Так. У него халопа с пяткой. Ну, хотя бы мы сейчас можем лонеров отправить на... на то самое. Так, сейчас. Честно говоря, я думаю, мы даже Игоряна можем отправить на лоз. Как бы я... Я готов пожертвовать им. Так, 0 опыта, 5 опыта, 5 опыта, 5 опыта, 5 опыта. Ё-моё, как у меня много опытных ребят. Так, 0 опыта, 0... Так, окей, 0 опыта. Ну, допустим, грумберда или костя... Грумберда уберём, выпустим многогрыза. Я как бы... Его жалко, условно говоря. Как пчёлку. Ладно, нормально. Я просто, знаете, хотел перед этим матчем... Я хотел перед этим матчем сходить, купить себе что-нибудь сладенького. Вот. Чтобы нервишки успокаивать во время того, как моих вампиров будут дрючить во все места. Вот. Ну, в принципе, у меня есть план. Извините. У меня есть стратегия. Я буду её, прости господи, придерживаться. Так, ладно. Ну, я ни на что не рассчитываю. Окей, надо... Надо просто себя успокоить этой мыслью. Вот. Надо просто успокоить, что здесь ничего не светит. Меня будут дрючить. Но это нормально. Клёвый агильный парень. Не уверен, что, правда, что прям дико стоило брать агилу. Но могу понять этот выбор. Так что, по-моему, блицера в бидоне очень сильно прокачали. Им же всё время дали выход в агильные скиллы лёгкий. Игорь, Игорь молодец. Вытащил рерол. И получил сразу пробой. Череп сыграл! Ребята, череп сыграл! Кто бы мог подумать? Череп сыграл! Представляете? А, пятка у него, кстати, есть. Я что-то не обратил внимания. У него же пятка есть. Чёрт! Это неприятно. Нормально, ребята. Понимаете, всего одна травма с лоса. Это очень мало. Ой, ой, ребята. Ой, ты ж меня подманула. Ой, ты ж меня подвела. Ты ж меня молодого сумму розам усвела. Ну, конечно, конечно, сразу жажда, ребята. Сразу. Вообще. Не могло быть иначе. Мы понимаем. Ну, конечно. Давайте ещё минус. Не минус, ребята. Не минус. Гидродоминатус. Окей. Неплохое начало, как бы, с кучей потерь. Естественно, 2-2. Реролим. Так, нормально. Та, поднимаем. Если бы мы тупнули, я бы покушал бы здесь. Ну, ладно. Ай, качу, айс. Ладно, набиваемся. Вампиризм. Вампиризм прям смешной. Окей. Конечно, зажали себя на оффланге. Но старт весёленький. Ну, ладно, я говорю. Мы на вампирах играем чисто ради... Как бы это выразиться помягче. Нового опыта там, веселья. Долбёжки в заднице. Хе-хе-хе. Извините. Вот. Нормально. Сейчас изи вкладку вампиру, закат и поехали. Мне, по-моему, Калян сказал, что для меня это вообще лучший матч, который мог быть. Понимаете? Потом он добавил. Не считая фан-команд. Хорошее добавление. Ну, вампиры, естественно, получают фулл пробои. Кто бы сомневался. Тут как бы к бабке не ходим. Это было очевидно. Заметьте, что Айс кидает только 5-6. Без вариантов. Хорошие кубы. Стоит сказать. Честно говоря, мне хочется даже сейчас пойти и, типа, толкнуть крестьянина на мяч. Но, хорошие кубы. Я бы не реролил, кстати. Зря рерольнул. По-моему, смысла было маловато. Чего 1-1, Рутуре? Ой, фулл вампира. Ну, как бы окей. С удалением будьте добры. Самое смешное, что по даджу, по даджу он нашел сразу шестерку. Что, как бы, прекрасно. Ох ты ж, блин. Блин, тут как бы даже... Тут что-то как-то даже... Даже не знаю. Ну, то есть, я-то, конечно, понимаю, что мне предлагает игра. Вот. Ну, я имею в виду, удары все идут в 5-6. Вот. Сейчас. Я пытаюсь бороться с жадностью. Но надо ли мне бороться с жадностью? Понимаете? У меня, конечно, не осталось игроков, но как бы... Но жадность. Я могу ударить сюда. Толкнуть. Вытолкнуть с поля... Агилу. Понимаете? Это... Это... Это много для меня, значит. Я ненавижу эту Агилу. Просто пусть сдохнет. Ладно. Жадность, жадность, ребята. Тут как бы много вопросов, мало ответов. Ладно, ладно. Я не буду жадничать сильно. Ладно. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 А чё, боятся Рутури, что у меня не останется ни вампиров, ни рабов к следующему матчу? Как тебе такая идея? Или этого недостаточно бояться? Мне просто интересно. Мне кажется, это вполне, как бы... Вполне адекватная вещь, которая лично у меня вызывает страхи. Я и так играю с кучей замен, а с учетом того, что у меня уже как бы аховая ситуация, ну как бы шанс потерять всю команду вполне реальный. Ну, вампиры говно. Вот тут как бы вся наука. Тут даже обсуждать нечего. Говно-команда с говно-кубами. Просто, понимаете, как бы с такими играми, с такими играми вообще ничему не научишься, никого удовольствия не получишь и смысла играть в принципе нету. С учетом того, что мне просто абсолютно рандомно вынесли вампира, мне абсолютно рандомно вынесли... Ну ладно, не абсолютно рандомно. Одного вампира вынесли рандомно. Окей. Просто, ну, такой блиц, сразу пробой и типа... У меня как бы один вампир сдох, в этой партии уже один вампир все до конца отдыхает. Тут даже непонятно, как бы был ли смысл аптеку покупать, при том, что ничего не прокачано. Реген вообще не работает, в принципе, это понятно. Честно говоря, говно какое-то. Я, честно, не могу понять, как можно играть в эту игру, если ты постоянно умираешь. Ну как не продумать? Все-таки немножко думать в этой игре надо. Но почему-то каждый раз выходит, что нет. Это удивляет. Просто метанол меня удивляет, что как бы... Там три хода, у меня уже две травмы, при том одна травма вампира. Минус там четыре игрока, и типа... Я немножко устаю от этого, понимаешь? Хотелось бы иногда вытаскивать из-за рта что-то продолговатое и играть в ББ. А травматичность в этой команде? Ну, она просто за гранью понимания. О, пенис нарисовали. Смешно. Вот, казалось бы, не подбор, относительно удачный скаттер. Мы зацепились, подобрали мячик. И после этого бац-бац-бац, вся команда в ангаре. Просто за два хода. Это смешно. Против холопов играем? Нет, это не холопы. Холопы это когда один... Этот... Один блицер и куча холопов. Это обычные стандартные ребята. Обычный фулл-ростер. Да. Ну, в целом-то, в общем, пофиг. У нас сегодня такая игра, что как бы... Вся команда подыхает, а мы должны что-то придумать из этого. Из говна и палок собрать слово счастье. Надеюсь, потратит. Тогда можно и за мяч зацепиться. Да, можно за мяч зацепиться. Попробовать, по крайней мере. Притом, можно даже сделать это очень нагло. Рутури. Это ты меня сейчас хочешь поучить играть на вампирах. Я правильно понимаю? Похвально. Похвально. Мы убежали непонятно куда, а туда, где у нас были хотя бы теоретические шансы попытаться поиграть на результат. Это раз. Ну, если ты этого не понял, конечно. Нет, ты, конечно, очень похвально пытаешься меня побесить. Это определенно очень нужное дело. Один, два. Ну, потрясающе, чё сказать. Нет. 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 Ой. Нет. 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 Они тоже чувствуют. Спасибо, что без удаления. Мне очень интересно, Рутуре, что ты мне предлагал сделать в той ситуации, кроме попытки убежать на Йолы и попытаться забить. Надеюсь, что оппонент кинет плохие два плюса. Ну окей, спасибо тебе. Наверное, то, что он травмировал вампира голым игроком первым же ударом, это тоже моя вина. Все встает на места. И то, что он нашел шестерку в доджере первым же ударом, тоже моя вина. Конечно. Спасибо, Рутуре. Все встает на места. Люблю, когда мне тупому быдлу объясняют, как надо было сыграть. Ну, неплохие кубы, честно сказать. Можно поиграть. Или он будет забивать сейчас. Можно и забить. Только для этого желательно, конечно, пяточку переместить. Жалко, что мы пяточку не выбили. Турбо-холопы, они как бы такие. Не особо ломаются. Никотин на Рубобейл есть. Ты можешь зайти на Рубобейл и ознакомиться. Это нетрудно. Субтитры сделал DimaTorzok. Дам Stalin. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не... Ёб твою мать плюс... Ну, гипнозы... Гипнозы не должны работать... Гипнозы созданы немножко для другого... Ну, знаете, как-то тяжело играть на вампирах, когда у тебя только один гипноз... Ну, я, конечно, сам виноват... Там Рутур и все объяснил... Вампир не встал... У меня один вампир, чтобы забить гол... Прикольно... Прикольно... Ну, я в этом сам виноват... Вот... Я же, конечно, решил в мяч поиграть, раз кубы позволили... А оказалось, что не позволили... Грустно-то как... Ну, ничего... Зато я получил фан... Я получил... Новые знания... Ну, не знаю, что там еще добавить-то... Честно говоря, я не вижу глобального смысла... Каким-либо образом идти и пытаться... Что-то глобальное сделать... Я вижу смысл подкачать двух рабов... Ну, в плане того, что... Мне все равно нихера не светит... Проще побить лосс... Вот-вот-вот... Реально... Проще побить лосс... Сдается мне... Что лосс мы не побьем... served на километах... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не с целью там подколоть или еще что-то Я к тому, что По мне так Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Нормально ГФИ надо в любом случае кидать Спасибо В общем, мне кажется крайне сомнительным, что у меня там были какие-то невероятные кубы, которые бы просто изменили ситуацию Я скажу честно, я их не видел Наверное, сначала важнее дать ассис сюда Еще в идеале, наверное, дать ассис сюда, но как бы это тяжело Лучше дать тот ассис, который попроще Умница Ну, это поганые кубы Ну, конечно, конечно пробиваются только рабы Холопы не пробиваются Я не знаю, какие фейлы были не критичные в той ситуации Типа По мне так, критичный фейл После которого я расслабился Это потеря вампира на блице Ну, на таком блице, в общем, сомнительном При том, что я не добегал Оппонент мог никуда не спешить Но, в общем, это неважно Он все прокинул по итогу Хм Хм Ком Хорошие кубы. Да, ну, в принципе, у меня есть понимание того, что нужно сделать. Правда, придется кидать очень сложные вещи. Проблема в том, что мячик у Ногогрызса... Понимаете, Ногогрыз поймал на 6+, там, где он не должен был поднимать на 6+. За это хочется просто сказать, Ногогрыз, какого ж хера? Это тоскливые кубы. Ну и побежал бы назад Рутуре. У меня была задача, чтобы он перешел на фланг, а я после этого побежал назад. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Это чудо, ребята. Чудо новогоднее. Не знаю, как мне это удалось сделать. Но как бы... Ну ладно. Не знаю, как мне это удалось сделать. Фантастика. Вот говно не пробивающееся. Потратим реролл на это. Ну что за сука, а? Ладно. Потратим реролю. Потратим реролю. Потратим реролю. Сначала подбор, потом фол. Потратим реролю. Привет, Гритос. Я уже вторую неделю угадываю твоего противника. Ну ты молодец. Шо я могу сказать? Ты молодец, Гритос. Жалко. Вот знаете, Игорю бы... Игорю бы пятку для счастья. МНГшечка. И сразу взятка. Игорь сыграл, ребята. Все. Ребята, Игорь полезен. Понимаете? Впервые. Вот просто отвечаю, ребята. Это в первый раз, когда Игорь сыграл полезно. Я даже не преувеличиваю, ребята. Серьезно. Слушайте, мы даже сейчас играем-то в плюс два, по-моему. Или нет? Так, у него минус два. У меня три. Еще шесть, девять. Да, мы игра... Слушайте, мы играем в плюс два. В первом тайме он не отлетел из-за толстого черепа. Но это мелочь. Это мелочь. Но это приятно. Вот. Вот. Как далеко бегают эти мрази. А я думал, он... А, он снизу собирается толкать и фалить. Понятно. С ГФИ. Давай. Один-один на ГФИ для счастья. Для нашего Лос Буритс. К сожалению, Медвед Мерзлый огребает. Ну, ладно. Ну, тут фал, конечно, не супер топовый. Но есть. Но есть. Зато мы после этого можем кого-нибудь пофалить. Если... Надеюсь, Медвед переживет, конечно. Ну, вроде... Ну, ладно. Перекатываемся на левый фланг, ребята. Единственный минус, что эти мрази очень быстрые. Просто супербыстрые мрази. У него еще запинование суперудачное. Откровенно говоря. Откровенно говоря, у него супер... Суперклассное запинование было. Ну, в принципе, ладно. У меня есть понимание того, как я сыграю. Другой вопрос. Конечно, что оно может и не прокатить. Удаление должно быть. Не это удаление. Удаление вонючего холопа. Ну, окей. Нормально. КОНЕЦ. 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 Вопрос в том, насколько я жаден, ребята. Еще и на гагры снайпе плюс агилу получат, но это будет обидно. Да, ладно. Ладно, Игорь сыграл опять, ребята. Две игры... Ну ладно, третья игра Игоря уже подряд. Но правда, конечно, кубы были отвратительные сейчас. Очень не вовремя. Ну ладно. Не пофалил, к сожалению, Блицера. Я намеревался фалить. В общем, у оппонента минус три, у меня минус один. Но у меня минус вампир, а у него минус три мусорных. Но, говорю, Игорь что-то прямо... Игорь взбесился, я бы сказал бы. Армор прямо на тоненького сыграл. Что-то здесь не то, ты слишком спокоен. Гритос, я всю неделю играл в чемпионс ладдере. И меня как минимум три раза обыграли конченые дебилы на суперкубах. После этого, я не знаю, как бы... Я не то, что прямо суперспокоен. Но, в общем, я уже несколько потерял... Как бы это правильнее выразиться-то? Мое понимание жизни глубоко изменилось. Вот. После таких критических дней. Я бы так это назвал. Ну, я бы не реролил, конечно. Но вот что-то... Что-то очень жадный. Жадный. Еще жаднее меня. Но, понимаю, понимаю. Если у тебя суперпробой каждым ударом, то грех не пользоваться им. Минус к силе. Костебрак заканчивает карьеру. Тоже шестой или седьмой раб, который бездарно заканчивает карьеру. Ну, как бы прикольно. Запал перегорел? Не, это что-то странная формулировка. Вот. Такой-то неправильный был от боума. Такой-то неправильный был от боума. Продолжение следует... 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 Прямо... Прямо не согласен... Продолжение следует... 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 Посмотрим Нормально Кубы в мяч у него вроде, конечно, есть Но, по-моему, сложные Но я играю как такая скотина Мне прям, ребята, вот честно Я сам офигеваю от того, насколько нагло я играю Я не привык играть настолько мразотно нагло, как я это делаю сейчас Что за турниры? Челлендж оф анноун Каждому выдали по рандомной команде Мне выпали вампиры 6 на 9 6 на 9 Но у меня остался один рерол У него есть агильный парень с даунтлесом И как бы вроде и хорошо А вроде и что-то как-то сяково слегка Понимаешь, Рутуре? Тут как бы вся глубина наших глубин, в общем Не могу сказать, что у меня очень простая ситуация Автопути от ББ просто лучшие Жаль Жаль, все прокинул Теперь будет Блиц в 2 куба С блоком То есть меня не устраивает Ну тут... Ну да, в общем, окей Спасибо Так Кажется Мы подходим, конечно То есть мы встанем, допустим, сюда Мммм Ммм Ладно, сначала поймем, хотим ли мы кушать. К сожалению, мы хотим кушать. Не вовремя захотели кушать, конечно. Ладно, лучше снизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ладно, хер с тобой золотая рыбка. Ну, бить ничью не надо. Нормально. Я подозреваю, подозреваю, что мы можем вроде бы сыграть на ничью. Есть такое мнение, есть такое ощущение. Привет, Перчик. Ну да, тут немножко надо покидать кубы. Плюс ассист стоит так, что как бы... Ну, у него есть возможность. У него там 33% выбить мячик у вампира. Не сказать, что это очень плохие проценты, но как бы такое. Молодец, айчурсен порадовал прям. Пирожок. Это редкий случай, когда ты радуешь. Радует, что у Айса Рерола, в принципе, ну, примерно столько же, сколько у меня. То есть, говно, короче. А то мне начинает казаться, ребята, что пора купить аптеку. Вот что я хочу сказать. Мне начинает казаться, что в аптеке есть какой-то глубинный, сакральный смысл. Не могу сказать, насколько он глубинен и сакрален, но он вроде бы есть. Жаль. Хорошо. Это приятная мелочь. Это приятная мелочь под названием последний реролл. Добежал. Ну, теперь у него простые 2D в меч. Ну, правда, ну как простые. Это 4-2 плюса. Давайте. Раз. Два. Три. Четыре. Все кинул. Но не уронил. Нормально. Это хорошо. Игорь, Игорь Освобожденный меня немножко радует. Вставать надо сюда для первого удара. Более важного. Армор. Теперь, теперь, теперь в любой непонятной ситуации надо крикнуть. Армор. Армор. Ну, я думаю, вы все понимаете, что я хотел сделать. А у него теперь есть в красная попытка. Ну, ладно. Окей, стоим. Мне надо сталить до талого. Это, конечно, не вампирская игра. Обычно. Но тут как бы без вариантов. Сталить надо настолько, насколько возможно. Вот. Это очень нагло. Ну, это лонерская линейка. Мне на нее фиолетово. Мне теперь главное, чтобы MVP упал не на самого важного игрока. Под самым важным игроком я имею в виду своего этого. Ну, в общем. Блин. Ногогрыза подставлять неохота. Да, вроде он, кстати, не добегает же, да? Мы можем сделать, типа, вот так вот. Сейчас мы ударим рабом. Ладно. 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 Молодец, Василий Дибров. Здесь может даже задолжить, наверное. Так-то нагакусь на MVP, да? Получит плюс Агилу, это понятно. Но додж, по-моему, в красное более вероятный, как мне кажется. Не могу сказать, насколько он вероятнее, но он вероятнее, по-моему. Ладно. Посмотрим. Я бить не буду, честно говоря. Я просто забью. Если, конечно, ничего сверхъестественного не произойдет, а мы знаем, что он может. Это же Blood Ball. Я сегодня видел очень много сверхъестественного. Так, теперь подумаем, кого мне проще скушать на лося. У меня, конечно, реролл будет, но как бы... Ну, тут что Абвер, что это... Изи. ГГ я напишу, когда станет ясно, что... Так, на лос мы выставляем Игоря. Лонера. Давайте Абвера Святского. Гол... Да, гол гномами был по-настоящему невероятный. Я с этим согласен. Гол гномами был, как бы... Эти все голы в подметке не годятся тому, что створили гномоса. Вот. Гномосеки показали такое, что... Мама, прости господи, не горюй. А тут... Ну, просто поиграли. Ну, там, покидали. Нормально. Наши пальчики устали. Ух... Конечно, врать не буду. Но, на мой взгляд, как бы, знаете, Айс Рейн, по-моему, дорожит... Прости господи, позиционными даже меньше, чем я дорожу рабами. То есть, вот эти его подставления под... Короче, у него была взятка. Ему надо было просто заставить меня быстро забить, фаляя, выбивая по одному рабу. Поверьте, я бы забил. Ну, ладно. Честно говоря, после первого тайма казалось, что как бы это ГГ. После травмы вампира, после там еще некоторых вещей. Но потом мы как-то вот так вот... Смогли. Шмогли. Честно говоря, сейчас бы... Ну, правда, спиритологу пофиг. Спиритолог не качнется. У него как бы 9-16. Ну, да, да, да. Тот MVP не зайдет. MVP на будущее имеет смысл. Рутури помог. А как Рутури помог? Рутури помог постоянно крича о том, что череп сработал. И штуармор сработал. Это будет попытка вантерна, ребята. Интересно. Посмотрим. Ну, седьмым мувом, по-моему, тяжеловато. Призвал не тильтовать. Да я-то... У меня бесконечное тильтование на вампирах. Я и сейчас даже, понимаете, по моему голосу не скажу, что я дико доволен. Я сейчас тильтую. Радует только то, что мы быстро сыграли. И я могу сходить до диксии. Наверное, я уже не пойду. Ладно. Я получил сладкое. Брать еще сладкого нельзя. А, Спиритолог. Знаешь, что с монитором вышло по итогу? Я неправильно их понял. Они хотят с меня 50% предоплаты? Они хотят с меня 50% предоплаты. Вот. За то, чтобы они съездили на склад и взяли эти мониторы. То есть они их 3-4 дня будут везти в Питер. Они их будут 3-4 дня везти в Питер, а потом еще по... Привет, Мимору. А потом мне надо еще ждать там еще всяких вещей. Еще когда они по Питеру привезут. То есть я увижу не скоро мониторы, если я их закажу у них. Я уже заказал в другом месте. Так, отказаться. Опыт лег. Ну, так себе. Слушайте, мы... Ну ладно, пробои тут и мои записываются. Говно какое-то. А в итоге выяснилось, что акция у этих... Отлично. Что акция у Ситилинка я заказал на Ситилинке. Самое смешное, на Ситилинке вместе с акцией там скидка на этот монитор. И плюс доставка в Петергоф выходит на 15 рублей дешевле. Из-за того, что у тех супердорогая доставка. Так, ребята. Честно говоря, конечно, жизнь подсказывает, что надо брать... Так, ну Костебрак закончил карьеру в команде. Хотя, не, ну со второй силой закончил, конечно. Тут обманывать не стоит. Вопрос в том, брать ли пятку или не брать пятку. Вот в чем вопрос. Конечно, жизнь подсказывает, что пятка нужна. Но, блин, борьба тоже нужна. Наверное, пятка. При том, что я играю абсолютно тупорылый силовой стиль. Наверное, лучше брать пятку. Ладно, возьмем грязную пятку. Нам надо ответить на его грязную пятку. Будет наша грязная пятка. Нормально.